Поступило два вопроса по волевой ликвидации глубокого дыхания, то есть по дыханию бутейка. Первый вопрос это как научиться долго сидеть и второе как растягивать дыхание. Как научиться долго сидеть? В позе лотоса вы естественно так долго не высадите, это действительно должна быть тренировка, должна быть разминка перед всем этим и как сказать у вас как-то не выйдет. Но есть такие приемы, которые значительно облегчают. То есть вы сидите не обязательно в позе лотоса, то есть не вот в этой позе вы сидите, а вы сидите в полу лотоса. То есть вы сидите вот в этой позе. Она уже значительно легче. Далее для того, чтобы и это положение облегчить, вы берете подушечку, вот эту как раз подушечку я приготовил. Подкладываете под ягодицы. То есть только раз. И у вас ягодицы находятся несколько выше. То есть положение в целом становится гораздо более удобным для ваших суставов. Они не будут затекать и вы будете сидеть гораздо-гораздо дольше. То есть вот такой вот сет. В основном используют все, кто хочет долго там находиться в медитации, выполнять дыхание. С целью того, чтобы никакой ломоты и онемения в теле не было. То есть потихонечку у вас развивается репкость, и вы будете, естественно, сидеть в лотосе. Это требует, ну, в первую очередь, надо сесть в лотос, а дальше уже стараться этот сет тренировать с тем, чтобы он стал для вас естественным. И тогда вы будете запросто в нем сидеть. Видите, я стараюсь так сесть, чтобы у меня особо коленки не задирались, потому что есть так, что коленка одного так вот уже задирается. Чтобы коленочки были прижаты. В основном у меня ломота вот здесь вот идет. Даже больше вот по этому суставу. Ну, такая уже... Если я часто это делаю, я ее практически не ощущаю. Если это не часто делаю, я, естественно, тоже ее ощущаю. Далее. Как растягивать дыхание? Вот для этого я как раз вам и с помощью рук и показывал. Значит, вы делаете выдох. Вот выдох пошел как бы. Выдох. Теперь вдох. Тоже растянутый вдох. Выдох. За ним следует опять вдох. Вы чувствуете, как у вас начинает работать нос. Выдох. Не полностью не надо там подтягивать живот или еще что-то. Вдох. И здесь тоже не надо надуваться. Вот и насколько вам все запомнилось, естественно. Все. Выдох. Вдох. То есть руками я показываю, насколько я растягиваю и вдох, и выдох. В результате, если я в нормальном для себя положении дышу, ну, допустим, там где-то 12 дыхательных циклов в минуту, то, используя растянутое дыхание, я дышу, допустим, 8, а то еще и меньше дыхания в минуту. И за счет этого, за счет этого, начинается накапливаться у нас углекислота. Как только она накапливается, это внешне проявляется в том, что лично у меня, в первую очередь, начинают гореть щеки. Щеки. Щечки загорелись так, слегка, знаете, так, румянец, тепло. Потом идет расслабление вот по всему телу. То есть вот эти вот как раз критерии говорят о том, что у вас нормально. И плюс еще идет прекрасное успокоение. Таким образом, именно вот с помощью этого дыхания, я бы не сказал, что лечат такие грозные заболевания в современности, как повышенное артериальное давление и астму. Но также целый ряд, практически 90, наверное, с лишним процентом всех остальных заболеваний, которые так или иначе связаны с тем, что произошел сдвиг нормальной среды в клетках, концентрация углекислоты уменьшилась. И начали у этого, они просто-напросто перестали нормально работать, и организм вот на таком, как бы сказать, каких, как бы сказать, холостых оборотах, с чадящими, так сказать, вот это выхлопами, он вот так вот работает. То есть, благодаря вот этому дыханию, чем больше накапливается в клетках углекислоты, тем лучше становится здоровье. Об этом как раз и Константин Павлович Бутейко и рассказывал в своих лекциях. Можно еще разок повторить, что такое растянутое дыхание. Вы просто делаете выдох, плавно, медленно, его же можно сделать, то есть важно осуществлять контроль. В сознании идет контроль за дыхательным процессом, и вы начинаете понимать, как оно, дыхание, заливается в вас, через ножны снимается энергетика. Я ничего этого не чувствую. А здесь положится выдох, выдохнув через нос, все делается через нос, вдох. Залилось, выдох. Вылился воздух, опять вдох. Залился, выдох. Вылился, опять. Залился, вылился. Паузы, паузы на вдохе и на выдохе, они возникают, но это не значит, что надо именно задерживать дыхание. Они становятся естественными. И вот как у меня, вот смотрите, выдох, вот небольшая пауза, вдох, пауза, выдох. Пауза, вдох. Пауза. То есть здесь, знаете, что получается? Что когда человек успокаивается, расслабляется, потому что все мы, особенно в пожилом уже возрасте, в зрелом пожилом возрасте, мы настолько напичканы эмоциями, что у нас вот эти мышцы, мы даже не подозреваем, как они у нас зажаты, что мы спим вот такой, с такой вот оскалом. Понимаете? Мы не можем ни мышцы лица расслабить, неестественно, мы не можем здесь расслабиться. Поэтому нам, когда мы начинаем дышать, вот это вот, стараться плавно, медленно, из-за того, что все зажато, получается как бы сказать вдох. Мы вдохнули, выдох. То есть нету плавного расслабления и напряжения мышц. И вот это вот плавное расслабление и напряжение мышц во время дыхания, тех, которые нужны, возникает, а тех, которые не нужны, уходит. И вот за счет этого как раз начинают расслабляться мышцы, находящиеся в кровеносной системе, которая регулирует просвет сосудов, нормализуя тем самым давление. Снимается напряжение, то есть человек успокаивается вообще. Вот он после того, как он помедитировал, или вот так вот подышал, он успокоился. И плюс накопление углекислоты привело к тому, что расширяется дыхательное пути, нам легче дышать. То есть исчезают вот эти вот приступы душа, которые возникают от спазмов, которые возникают из-за того, что человек разволновался, раздышался, и у него, чтобы не вымыть остатки углекислоты из клеток, организм уже сам, начинает за счет спазмов дыхательной мускулатуры, это удерживает, и возникает приступ. Видите как? Ум связан с дыханием, и наоборот, дыхание связано с умом. Вот, если вам тяжело как-то так еще сидеть, спина там устает, вы можете подкладывать под спину, ну, какую-то опору такую небольшую, то есть вы можете сидеть там не на кресле, а на диване. Главное, чтобы поверхность была, дивана ровная, а спинка, ну, пускай там, немножко там отклонена. Это позволит вам тоже расслабиться на первых порах. А потом все дальше пойдет произвольно, и у вас все будет получаться так, как надо. Главное это делать. Увы, это дыхание требует, я бы не сказал, что каких-то чрезмерных физических и духовных усилий. Нет, она требует банальной самодисциплины и организации. И вот это, оказывается, сделать труднее всего. То есть организовать себе от 4 до 8 раз дыхательные тренировки минут по 10-15. 10-15 минут, это примерно как раз то время, в течение которого просто успевает пройти необходимые реакции в организме. Малое время, 5 минут все-таки не хватит. Вот 10-15, это будет то, что надо. 20 минут, конечно, было бы хорошо, но уже их трудно выбрать человеку для тренировок. Уже какие-то там, будем говорить, дела и прочее, прочее спешать вперед нас. Ну, это все, что я хотел бы вам сказать. Задавайте вопросы. По мере собственного опыта и знаний я буду на них отвечать. Вот у меня здесь затекло. Достаточно мне вот так вот потереть, сделать вот так вот, чтобы я мог спокойно встать. русская компьютер Продолжение следует...